После ролика про неприятный запах в Томске и поисках его источников Артем Азофатов отказался принимать участие в моем проекте Поэтому он там, а я тут Но его можно понять, в Томске больше не пахнет У нас идет дождь, и кажется, самое время поговорить про дороги Томские дороги это? Прям так резко? Почему? Как почему? Все плохо? Конечно, очень А где прям совсем беда? Везде Ну, у нас же что-то делают Что-то, да, что-то Вот только, что-то Томские дороги это не всегда стабильно хорошо, это точно Опять же, стоит отметить, очень хорошая логистика в этом году на трассе Клюева Потому что пробки практически не создавали Мы как-то очень привыкли ругаться, а здесь хочется похвалить Томские дороги для меня это вообще что-то удивительное Мне вообще кажется, что наш регион уже давно-давно изобрел, блин, я не знаю, одноразовый асфальт, наверное, что ли Правда, каждый год его кладут, все лето, блин На следующий год тает снег, и с этим снегом асфальт наш куда-то уходит Что касается провалов, это вообще отдельная песня Мне вообще кажется, что томские водители в автомобилях в обязательном порядке должны иметь, помимо аптечки Такой-то чемоданчик с едой, он же с водой, там, не знаю Если вдруг автомобиль в любом месте, в том числе, может провалиться Пока вас там два дня будут искать, вам надо будет чем-то питаться Продолжите, Браду, томские дороги это? Томские дороги? Ну, нынче делают, хорошо? Хорошо все Ну, не все дороги, конечно, которые сделали Ну, как водителю троллейбуса я доверяю Так, продолжите, пожалуйста Плохо Почему? Перекопают, нормально не положат асфальт Все плохо? Вообще все плохо Всегда все плохо Ну, в центре хорошо для мэрии, а так везде плохо Вот скажите, пожалуйста, томские дороги, это вообще как? Плохие Да? Или хорошие, я не понимаю Я не езжу, не знаю Ну, мы ходим по тротуарам с вами Ну, тротуары, где хорошие, где плохие, всякие есть Продолжите фразу, томские дороги это? Это очень качественные дороги Да? Я с Дальнего Востока, я знаю Там все плохо? Там намного хуже Томские дороги это? Ой, хреновые дороги, честно Пока одни уверенно заявляют, что в Томске по-прежнему Из года в год с дорогами все плохо Есть те, кто настроен более позитивно К примеру, специалисты, которые занимаются проверкой качества уложенного асфальта Проверки идут на совершенно разных стадиях И занимаются этим совершенно разные люди и компании У каждого подрядчика, например, есть специалист, который разбирается в этих вопросах Некоторые компании сотрудничают со специалистами ДГАСу Кто-то заказывает экспертизы в частной строительной лаборатории Вот туда-то мы и отправились в гости В этом году здесь проверили качество асфальта почти на 82 километрах дорог Томской области Цилиндры из асфальта бетона – это лабораторные образцы В таком виде сюда поступает свежий асфальт Так специалисты делают и вырубки из уже уложенного Цилиндры замеряют, после их будут держать в воде, давить под прессом Нагревать до определенной температуры И, в общем, проверять на все параметры И при этом уверяют – брака стало меньше Вот это бытующее мнение о том, что весь асфальт развалился через год Назовите мне, где асфальт развалился через год На объектах Томской автодории или хотя бы мэрии Вот вы так просто не задумываясь Обличаете всех дорожников сразу в том, что они некачественно делают работы Вы посмотрите, практически ни один объект ни в городе, ни за городом не развалился Мы создали такой ореол в отношении дорожников, что они все бракоделы и делают дорогу только на год Но дороги, кстати, если вы обратите внимание, дорога Томск-Аэропорт, которую сейчас в переустройство отдали, простояла 30 лет Дорога Томск-Алаева простояла около 40 лет Это не год Без ремонта? Практически, да Там небольшие ремонты проводились, поверхностные, косметические Поэтому не надо так оголтело обвинять всех дорожников, что они бракоделы Мы делаем на века Слишком серьезная задача Количество воздействия на дорогу возрастает У нас возрастает интенсивность движения К примеру, допустим, если в 70-80-е годы у нас количество автомобилей, перемещающихся по дорогам Было в пределах 100-1000 автомобилей в сутки Но это очень-очень мало И те дороги, которые раньше строились, они могли стоять по 10, по 15, по 20 лет без ремонта На сегодняшний день ситуация изменилась просто кардинально Количество автомобилей в Томске увеличилось в десятки раз И, соответственно, количество воздействий колеса на покрытие тоже увеличилось У нас на сегодняшний день, вы заметили, по городу колени сообразовалась Это не из-за того, что асфальт разрушается Вот еще несколько цифр В этом году только одна лаборатория забраковала на тонких дорогах около 400-500 метров свежего асфальта В итоге подрядчик будет фрезеровать только что уложенный асфальтобетон Но не надо забывать, что у нас все проблемы не только в качестве асфальта Есть еще такие условия, как погода, загрузка дороги, но и отсутствие ливневой канализации Были мы сегодня в частной лаборатории по качеству за асфальтобетоном Говорят, что асфальт, который уложен в прошлом, в этом году, то есть уже еще пока по гарантии Все с ним в порядке, уложено на века и вообще не надо наезжать на дорожников Можете ли сказать так вы? Нет, мы так уверенно сказать не можем, потому что проблемы есть Да, действительно, за последние два года очень сильно изменилась система контроля То есть он стал жестче, все факты сейчас отражают в средствах массовой информации Есть общественный контроль, который тоже контролирует различные проекты, типа как вот у нас В рамках федеральной программы безопасной и качественной дороги контроль ведется еще и федеральными структурами Поэтому вот эта разноуровневая система контроля, она дает определенные результаты Но проблемы есть и вот ярким свидетельством того, что не всегда Да, у нас мы говорим о качественном асфальте, да, то есть это вот прошлый год Восемь дорог переложили заново, в том числе вот улица Учебная Асфальт не соответствовал требованиям Но может быть это и хорошо, потому что все-таки нашли перед приемкой, да, какие-то вот эти проблемы Вот, но все начинается с того, что проблема с ливневками Их просто нету, на некоторых улицах лужи, которые стоят и разрушают этот асфальт Мы уже понимаем, что вот у нас, кстати, несколько улиц, которые срок службы 5 лет был Да, это Балтийская, которая, колейность появилась, Московский трак, который делали тоже там 11 год Вот все, как бы он уже пришел в негодность и последние 2-3 года было сложно на нем ездить Вот, это, соответственно, уборка снега в зимний период, который тоже плохо производится нашими коммунальными службами И уже потом это все уходит в грунт, где-то подмывает дороги Вот, и как бы проблем у этих очень много на самом деле Это транспорт этот большегрузный, который перевозит энергные материалы, там, нарушение статьи КОАПа То есть китайские самосвалы груженные, которые ездят на стройки города Которые тоже продавливают люки, ливневки, образуется после них колейность, ну, по оценке специалистов Поэтому, как бы, проблем очень много и говорить так уверенно, что прям, вот, 100% все хорошо мы не можем Сейчас мы находимся на той самой улице Учебной, и я так понимаю, здесь есть уже проблемы? Да, есть проблема, провалилась, образовалась яма, достаточно глубокая Явно там под ней какой-то находится коллектор, да, какой-то коллектор, может еще, она может углубиться и расшириться И прямо на самом перекрестке Какая-то угроза? Ну, я считаю, что это, как бы, очень серьезная, может быть, проблема Потому что, ну, под ней уже, там, я не знаю, 2 метра, вот, минус 2 Ну, можно вот так на глаз понять, определить, здесь чем это произошло? Я думаю, что все-таки это вот, мы видим рядом ливневку Видим, что, наверное, не работает эта ливневка, и уклон воды как раз вот направлен на то место, где образовалась яма За счет опять, вот, видимо, под наклоном вода скапливается, и проблемы То есть, вот, все-таки отвод воды и проблемы с высотами Ну, люди, автомобилисты, и в том числе, может быть, дорожники скажут, что проблема незначительная, и, скорее всего, это дело будет просто закатано А у нас из таких незначительных проблем формируется вся картина Когда, если мы сейчас проедем по улице Учебной, мы увидим кучу люков, которые уже, там, минус, там, 2 сантиметра Вот, поэтому, как бы, это в этом году, в следующем году они еще, и, то есть, потом идет какой-то провал асфальт То есть, и вот из этих проблем оно, собственно говоря, уже состоит Потому что каждая вот эта вот небольшая ямка, какой-то люк проваливший, он создает препятствия на дороге И движение по ней становится таким комфортом, как было ранее Сейчас мы находимся на проспекте Кирова, что возмущает здесь? Проспект Кирова у нас ремонтировался в рамках федеральной программы безопасной и качественной дороги Мы знаем, что вот эта вот часть, начиная от площади Кирова до улицы Елизаровых То есть, она двухполосная, с трамвайными переездами И мы отдельно обращали внимание, дорожные службы, на состояние переезда Которые были, ну, просто в ненадлежащем виде Там были ямы, и вот автомобилисты как бы вынуждены были очень медленно передвигаться И всегда попадали, то есть, в эти ямы И вот прошел год, очень некачественно были сделаны И сейчас вот эти ямы все, они глубокие, достаточно, там, порядка 15-16 сантиметров глубиной Они вот сейчас до сих пор есть на этом объекте, да, то есть вот проблема как бы не решилась Пока мы сюда ехали, от учебной, через Фрунзы, Комсомольский И я почти поверила, что с дорогами в Томске все хорошо, пока мы сюда не приехали Это все плохо, я так понимаю Ну, вы знаете, во-первых, когда мы ехали сюда, я увидел очень много заделанных ям Которые у нас вот появились с марта месяца То есть, были горожанами отмечены на тех дорогах, которые уже, ремонт по которым проходил в 16-17 году Это очень хорошо С другой стороны, конечно, вот сейчас мы объезжали проспект Фрунзы Я увидел колейность некоторых местах, которая должна быть устраняться, да И я думаю, что мы по этому поводу направим соответствующий запрос, потому что дорога на гарантии находится Вот, что касается здесь, то, ну, вот есть еще такая у нас отдельная проблема Проблема с обочинами, потому что разрушение асфальта возле обочин из-за того, что скапливается вода То, что не обеспечен грамотный отвод воды Хотя здесь, вот в конкретном этом месте и еще в нескольких местах по улице Мостовой Были выданы предписанием Центра технического надзора То есть, подрядчик был уведомлен о том, что здесь такая проблема может быть Почему сейчас мы сталкиваемся с этой ситуацией Должным образом, все-таки не было отреагировал подрядчик на вот это вот предписание То есть, нужно разбираться Я думаю, что дорога на гарантии Сейчас эти компании делают ремонт уже в этом году Они должны, соответственно, может быть, этот участок исправить Вот, эта ситуация характерна у нас и для коммунального моста То есть, это подъезд и выезд из города То есть, вот эти проблемы, они есть И вот сейчас мы находимся на развязке Это вот улица Кутузова То есть, Киргизская и Мостовая Кутузова и Мостовая делались в прошлом году И уже есть проблемы с обочинами А Усть-Киргизская делалась в 2016 году Она тоже на гарантии И вот эти проблемы, они есть Вот эта лужа, она приведет к ее разрушению И здесь мы уже видим на следующем году яму, которая будет образовываться Вот здесь мы такую проблему для себя видим Это, конечно, отсутствие конкуренции при распределении этих подрядов Образуется монополия Фирмы из года в год делают эти вещи Это те подряды, которые распределяют через спецавтохозяйство То есть, либо дороги, либо на содержание То есть, надо понимать, что те денежные средства, которые получают спецавтохозяйство Отдельно на содержание, отдельно на ремонт дорог Эти деньги уходят не в спецавтохозяйство Спецавтохозяйство стоит совсем чуть-чуть Там от 5-6% А все эти денежные средства уходят субподрядчикам Которые из года в год получают контракты на ремонт вот этих же дорог И этих же проблем, мы сталкиваемся, с которыми... Да, это круговорот Соответственно, эта монополия, она создает предпосылки для того, что качество падает Цена растет Конечно, мы показали далеко не все и не самые проблемные участки в Томске Но речь шла об уже отремонтированных точках Сегодня на карте убитых дорог остается 526 проблемных участков на дорогах Томской области 428 из них в Томске В этом году ремонт идет на 29 участках А уже в следующем году объемы работ планируется кратно сократить Погода нам опять внесла коррективы Мы-то надеялись и на самом деле к этому шли, что закончим досрочно даже до 1 сентября Основные объемы Сейчас, видимо, будем пока надеяться, что придем к 1 сентября Ну, скорее всего, мы успеваем, если, конечно, не пойдет сплошной обложной дождь В этом году по гарантии 1800, если не ошибаюсь, было сделано То есть из тех более 500 миллионов, которые были выполнены, это очень хороший процент Это значит, что качественно сделано В прошлом году, например, за позапрошлой на миллион 700 гарантийных дефектов было устранено Это по участкам, например, за сколько есть? Ну, я вам не скажу, это в квадратных метрах В основном это касалось, причем, ни асфальта, ни обвалившихся люков И большие протяженности были обочин, которые присели, которые раздавили Ну, в тех местах, например, мостовой, где большой трафик движения грузового Это надо было подсыпать А мостовой там все в лужах? Ну, понятно, в лужах, которые соседствуют с проезжей частью Это понятно Там просто нет ливневок, там как раз уводили, там делали канавы, уводили дождевую воду с полотна На обочинах, ну, стоит, но, тем не менее, дорога при этом не разрушается Алина, продолжи теперь ты фразу Томские дороги — это Если учесть, что я большую часть времени передвигаюсь на своих двоих То я надеюсь, что Томские дороги для нас с тобой, Артем, это пусть к упеху Потому что до окончания ремонта чуть больше месяца Я думаю, нам еще будет что-то провести